Друзья, приветствую вас на нашем канале. В прошлом выпуске мы с сыном работали на стройке гаража, мы заливали колонны, а с Женей мы показывали спойлером, как она начала работу по обоям, подготавливала, и я тогда еще сказал такую фразу, что Женя молодец, она все два этажа, то есть это уже квадратов 200, наверное, по полу, она, ну, по стенам это больше, она подготовила у нас самостоятельно. Многие, кстати, в комментариях под разными видео про обои пишут, что это очень трудоемкое, сложное, и у кого-то даже не получается просто намазать их, вот, и они говорят, нет, обои плохие, лучше купить рулоны и так далее. И вот сегодня Женя берет видос в свои руки и расскажет нам полностью, как подготовить стены от черновой штукатурки, а это вот как раз черновая штукатурка, то есть мы ее даже ничем не затягивали, до момента прям нанесения уже готовых бумажных обоев сил пластыр на стены. И, друзья, кто подпишется на канал и досмотрит до конца, увидите, как мы будем готовить вот эти стены уже в цокольном этаже в нашей бильярдной. В сауне будет другое интересное решение, а здесь будет у нас скоро просто красота. А вот, собственно, и сам виновник торжества. Жень, давай закадрово, я буду сейчас показывать моменты, как ты это все делала, а ты просто расскажи это нашим зрителям, ну, от начала и до конца процесс. Ну что, начинаем? В начале мы имели вот такие стены, то есть они выровнены цементом, выровнены, но они не готовы, они сыпятся еще, чтобы наносить на них обои. Зачищаем поверхность любым шпателем, каким вам удобно. Я это делала широким шпателем, так как это захватывает больше площади. Убираем все неровности, мы не обращаем внимания на впадины, только внешние неровности. Когда мы их убрали, только тогда можно наносить дальше уже цементную штукатурку. Перед нанесением цементной штукатурки обязательно обрабатываем пульверизатором для лучшей, как это называется? Абгезии. Для лучшей адгезии. После того, как штукатурка цементная у нас подсохла, мы переходим к следующему этапу. Понимаю, что это на словах все очень сложно, на самом деле все легко и просто и очень быстро наносится. Нужна небольшая практика, но обои силк пластыр не требуют идеально ровной стены. Даже если есть какие-то неровности, шероховатости, силк пластыр это все сгладит и будет просто отлично. Итак, мы нанесли цементную штукатурку, это приблизительно вот так вот выглядит. Тут у нас как раз часть неподготовленной, подготовленной стены, домазывался раствор. И поэтому здесь видно, что не обязательно, чтобы это была идеальность. Просто хорошо заштукатуренная цементом стена. И потом мы переходим к вот такой вот беленькой. Это полимерная штукатурка. Цементная нет. Застывает в момент. Гипсовая нет. Ой, гипсовая. Гипсовая нет, потому что застывает в момент. Ужасно. А я тебе скажу, что нет. Когда у мамы сейчас работала женщина, и она работала гипсовой, она умеет, а мы не умеем. Если работаете просто гипсовой, миксер не используйте, а используйте ручное размешивание. И тогда проблем у вас не будет. Мы используем полимерку. Она растворяется в воде, наносится. Все супер, классно, удобно, отлично. Закрывает цементную черновую вот эту стукатурку. После чего мы колеруем грунтовку, которая идет вообще на самом деле белая с завода. Наносим просто с колером, и это лайфхак. Потому что после этого, даже если вы наносите обои, и появляются где-то небольшие проголызинки, то их просто не видно. Так как тонер, тонер, колеровка закрывает эту всю историю. Дальше мы наносим обои. Обои разводятся очень просто водой. Все написано на самих пакетах силпластер. Соотношение воды и материала. Сколько нужно на один пакет. Все-все-все очень подробно, очень точно. Все описывается. Перемешивание можно миксером. Я мешала руками, мне было удобно. Я разбивала все возможные катышки и все остальное. Я все чувствовала. У нас обои с блеском. Лучше там блеск распределился, не осел на донышко. В общем, все просто и легко. Но есть небольшое примечание, друзья. На пакете у вас будет надпись, можно ли это миксером или нельзя. Потому что некоторые варианты обоя силпластер мешаются только руками. И нам в комментариях, кстати, зрители писали, зачем вы используете миксер. Это неправильно, вы испортили технологию. Нет, друзья. На нашей пачке было написано именно то, что миксер можно. Только единственный был нюансик. До 300, по-моему, оборотов в минуту. То есть на медленном огне. Все это чушь, что это наносится очень сложно. Наносится легко. Да, сначала страшно. Страшно, потому что ты не понимаешь, там какой слой, где там чего. 5 минут и все. И погнали. 5 минут и все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Лайфхаки, какие я для себя отметила. Нужно разводить именно так, как указано на пачке. Чуть меньше воды, слишком густой состав, он плохо распределяется. Если вы чувствуете, что плохо распределяется, пульверизатор вам в помощь. Побрызгали, он равняется, размазывается уже намного легче. Особенно, когда нужно состыковать слой уже подсохшего материала и нового материала. Просто брызгаете стык, и он тоже пошел размазываться, равномерно наносясь. Наносясь. Нормальное слово? Наносясь. Теперь вотчину твой показывай. В общем, что сделали за это время. Друзья, была какая логика у нас? Мы и с кафелем хотим так же поступить с керамогранитом. Зайти только до поворота, а дальше пойдет другой материал. Точнее, другой керамогранит. Точно так же мы поступили и с обоями в подвал. То есть, человек визуально, проходя здесь, не замечает дальше ниже, что там есть. А уже спускаясь пониже, вот сюда в переход, он уже видит, что там уже другая стена. Была мысль, что вот эту стену мы сделаем под эффект кирпича, как мы сделали с вами в овощехранилище из вот этого видоса. Но потом решили, что нет, мы будем использовать что, Жень? Мы будем использовать силк пластер. В общем, взяли вот такую вот линейку. Это не обои, это декоративная штукатурка для фасадных и внутренних работ. Ее огромный плюс в том, что она совершенно не боится влаги. То есть, там находятся такие мраморные крошки со специальным скрепляющим составом. Покажем. Мрамор, да или нет? Ну, я не знаю, насколько мрамора или нет, но такое ощущение, что там прям камушки дробленые. Смотри, долговечность, прочность покрытия, паропроницательность, экологичность, устойчивость к ультрафиолетовым лучам. А из чего состоит? Состав, состав, состав. Вот, состав. Дисперсия акрилового саполимера. Это то, что, наверное, его склеивает. Дальше вода, наполнители, декоративные флоки, технические добавки, консерваторы, не содержащие формальдегид. Короче, они взяли и написали состав. Да, да, да. Ну, слово камень здесь нигде не используется. Но на самом деле, давай откроем, правда. Неси сюда. Давай, а то я ногти поломаю. Ну. Здесь надо размешать, размешать, но... Вот она, вот она вот крошечка. Ну, то есть, вот оно вот так должно быть в итоге. Вот она крошечка. Вот, вот на стеночке, прям, видишь, видно, как должно смотреться покрытие. Да, просто это сейчас консерватор, его уже надо размешать. И, конечно, не совсем сейчас получился у нас вид эстетичный. Но, на самом деле, ну, друзья, кто понял, тот понял. Даже бумажные обои приходят в пачки, где непонятно сначала, что это будет. А потом, когда наносишь, вот такая красота. Из плюсов, друзья, вот этих обоев бумажных, это что мы уже с Женей точно заметили? Первое, легко ремонтируется. Офигенно, просто. Потому что были моменты, где мы просто сносили полстены, блин. У нас идет стройка. Несешь стремянку, задеваешь. Я думаю, что те, кто сейчас строит свой дом, 100% с нами согласны. Задеваешь где-то местами, проблема. Дальше. Не обязательно наклеивать там все рулоны сразу. Даже если ты где-то остановился, потом пульверизатором пробрызгал и соединил флои. Легко. Так, дальше. Ну, экологичность, это точно. Потому что, читая надписи на пачке, видно, что там, ну, сделано все грамотно. В общем, друзья, опять получилось нахваливание продукта, но... Почему бы не похвалить то, что действительно отличного качества? С языка сняла. А я хотел сказать, что на своем канале я всегда буду рекламировать то, что мне нравится. И всегда буду говорить плохо про то, что мне не нравится. Вот сегодня эта штука завоевала наше сердце. И если бы я строил второй дом, то это точно были бы только бумажные обои и силпластыр. Друзья, на этом у нас, наверное, сегодня все. Мы с Женей показали вам все лайфхаки, которые можно было показать. Она показала вам работу от начала до конца. И теперь, с вашего позволения, мы идем... Идем воевать за наш цокольный этаж. Строить. Все. До скорых встреч. Увидимся с вами буквально через несколько дней. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok